Спасибо Бог Аллилуйя Спасибо Бог, что ты со мной За каждый новый день земной За все, что в этом мире так люблю я За шум листвы, за дождь и снег Минут неумолимый бег За свет в моем окошке Аллилуйя Аллилуйя Прости, что эти люди злые Что в мире сумрака им гны живут Всем вопреки с собой бою я Позволь забыть, простить, любить И жить добром, и просто быть Во благо этой жизни Аллилуйя Спасибо Бог за лунный свет За теплый мир других За каждый мир, который проживу я За радость, путь на свет и тень За самый лучший в жизни день За каждый новый стоп мой Аллилуйя 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 Если Виталик помнит, мог бы поделиться Если нет, то я скажу И мы перейдем сейчас к тексту Хорошо, я тогда буквально две мысли Значит, апостол Павел Ну, говорят так специалисты Что он писал это письмо церквям галатийским Это, выходит, южная часть Турции была Тогда организовались новые церкви И где-то в районе 50-го года После Рождества Христова То есть представьте, христианство всего лишь 20 лет То есть Христос был распят Он был, он раскрес Ну, как считается, в 33-м году После Рождества Христова И вот спустя 17 лет Апостол Павел Который занимался тем, что он проповедовал язычникам В Римской империи Он пишет церквям письмо Почему он пишет это письмо? Он его пишет потому, что он очень сильно Начал переживать за новообращенных христиан Почему? Потому что были иудеи Которые искажали Евангелие Искажали вот эту благою весть Евангелие И пытались туда привнести Какие-то еврейские традиции Например, чтобы надо обрезываться Соблюдать праздники И так далее И апостол Павел Он как бы хочет предупредить церковь о том Что будьте осторожны с разными учениями Которые, по сути, с Евангелем никакого отношения вообще не имеют И вот в принципе в таком духе Как бы апостол Павел пишет Он делает приветствие А потом сразу переходит к тому, что говорит Ребята, я за вас переживаю Появились какие-то люди Ездят по церквям Говорят о том, что оказывается У них какое-то другое Евангелие Говорит, хотя это вообще не Евангелие Это вообще непонятно Какие-то там фантазии, домыслы и так далее Поэтому будьте осторожны с этим Вот, и он говорит И он говорит такой интересный тезис Он говорит, если даже я Или кто-то другой приедет к вам И начнет говорить то, что не мы говорили когда-то То, говорит, это надо как бы не принимать То есть он говорит, это надо как бы отвергать это понимание Потому что оно с истиной никакого отношения не имеет Вот, и мне очень нравится такая фраза У каждого правда своя А истина одна Вот, и вот сразу вопрос А что же это такое истина? Ну, а истина это то, что когда-то апостол Павел проповедовал И он говорит, если даже я приеду И начну говорить не то, что когда-то я проповедовал вам Вы даже меня не слушаете То есть вплоть до такого, что он даже себя как бы Хочет в этом плане поставить Ну, как бы в таком положении Ты что, Анечка, хотел сказать? Друзья, у меня есть предложение продолжить наше чтение Я передаю сейчас слово Инсуру Вот, и вот он нас дальше будет вести Инсуру, пожалуйста, тебе слово Ага, спасибо, Сергей Да, я хотел бы тогда, чтобы мы вернулись к самому тексту библейскому Лучше современный перевод взять, может быть? Или синодальный? Сергей, как думаешь? Я не знаю Ну, в принципе, современный он больше как бы Современный понятнее, да? Да, у меня на всякий случай будет синодальный Ага Синодальный? Не-не-не, у меня будет синодальный А вот А, например, Оля, если у вас есть Библия Можете открыть на синодальном, например Но, Инсуру, мы лучше, наверное, все-таки современный Да, я могу там показать Да, просто Поясняю, как бы, да, что Новый Завет в Библии Он был написан 2000 лет назад на древнегреческом И поэтому все, что мы читаем, как бы в наше время-то переводы И вот есть классический русский перевод Он был сделан православной церковью где-то 130 лет назад Синодальный, так называемый, да, перевод Вот, но он классный перевод, но он немножко Так как язык был тогда, как бы, ну, люди говорили другим языком, да, в 19 веке То он, как бы, немножко устаревший, как бы, стиль Иногда непонятно бывают некоторые слова Поэтому Российское Библийское общество выпустило новый современный перевод Ну, как бы, который на понятном современном русском языке передает смысл Смысл тот же самый Вот, давайте тогда мы откроем Как Сергей говорил, то есть, что мы читаем Это мы читаем одну книгу из Нового Завета, из Библии Святого апостола Павла То есть, Павел был апостол Один из первых, избранный Богом Который оставил нам 13 посланий То есть, самое большое количество вообще Нового Завета Написано было именно этим человеком Вот, и мы сейчас откроем и почитаем Так Это я, да, вот я показываю как раз новый перевод Современный Вот, значит Ну, да То есть, вот то, что Что вот сейчас прочитали Первые 10 стихов Это то, о чем говорил Сергей Да, идея была в том, что Ну, то есть, мы просто берем как бы одну библейскую книгу И сначала до конца ее разбираем То есть, по кусочку от кусочек за кусочком Как бы идем к первоисточнику Вот, и вот то, что Сергей говорил в прошлый раз Разбирались первого по десятый стих И основная идея была в том, что Ну, Павел в шоке, можно сказать, да От того, что церковь, которую он когда-то основал В Галате, это территория современной Турции Проходит несколько лет И они очень серьезно отошли от истины, да От того, что он проповедовал И здесь Павел говорит Меня удивляет то, что Вы ради какой-то иной радостной вести Да, радостная весть по-гречески Евангелие То есть, как бы он им проповедовал Евангелие, радостная весть А теперь у Галатом как бы версия 2.0 Да, какая-то другая версия Евангелия Которая, Павел говорит Я не согласен с ней вообще Это вообще не то Евангелие Не иное Потому что иной радостной вести не существует То есть, есть только одна радостная весть Есть определенная истина И, к сожалению, есть люди Которые постоянно пытаются исказить Вот эту вот основную идею Евангелия И он использует очень сильное слово Здесь меня удивляет, он говорит То есть, ни в одном из 13 посланий Павла Он не использует такое сильное выражение Оно, чуть более точный перевод с греческого языка Это меня поражает Он говорит, вообще, ребята Ну, если бы он был современный человек Да, он сказал Ребята, вы что вообще? Что происходит? Я не понимаю, да То есть, я же вам объяснял Евангелие Я вам рассказывал, что это такое Спасение, как происходит А тут кто-то пришел, начал что-то говорить И вы вот быстренько, ну, как сказать Быстренько стали слушать и забивать голову себе То есть, он говорит Давайте я вам сейчас объясню еще раз Как надо верить Хорошо, давайте тогда Вот в этом была как бы суть первых 10 стихов Сегодня я предлагаю, что мы прочитали Следующий смысловой отрывок Он идет с первой главы 11 стиха И до второй главы 14 стиха Это такой интересный исторический экскурс Который Павел проводит Здесь мы много узнаем вообще о нем Об святом апостоле Павле И его взаимоотношениях с другими апостолами Церкви, да, первой И на самом деле этот экскурс Не просто ради, ну, как сказать Исторического такого обзора А он имеет очень большую роль Вот в этом аргументе Который Павел здесь пытается Донести до Галат Вот, и почему Для чего мы изучаем Библию? Да, мы изучаем ее для того Чтобы нам научиться жить По Слову Божию Но, мне кажется, всегда очень первый важный шок Понять Вот тщательно, внимательно разобрать текст То есть, что назначал для первых получателей Которые жили две тысячи лет назад На территории современной Турции Да, Галаты Вот И тогда, когда мы поймем, что Нымск говорил Тогда мы сможем сделать второй шаг Уже применение Что это значит для нас теперь Хорошо У кого красивый голос? Кто мог бы прочитать с 11 стиха До второй главы 14 стиха? Можно прямо с экрана прочитать? Кто доброволец сегодня? Я и так много говорю Оля, у вас красивый Можете прочитать? Пожалуйста У вас хороший голос 11, да? Начинать с 11-го? Да, прямо с 11-го Я буду текст как бы вниз двигать 11-е Братья Я хочу, чтобы вы знали Что радостная весть Которую я вам возвещал Не является чем-то человеческим 12-е Я не был научен ей людьми И не получил ее от людей Но я получил ее через откровение Иисуса Христа 13-е Можно номера не читать Можно просто читать текст Вы слышали о моем прежнем образе жизни и иудаизме Я изо всех сил гнал церковь Божью и пытался уничтожить ее В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков Но когда Бог, изобревший меня еще до моего рождения И призвавший меня своей благодатью Захотел открыть мне сына своего Чтобы я возвещал о нем язычникам И я ни с кем из людей не советовался Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолом Не призванными до меня А сразу же пошел в Аравию И затем возвратился в Дамаск Потом через три года я посетил Иерусалим Познакомился с Кифой И пробыл у него 15 дней Я не видел больше никого из апостолов Кроме Иакова, брата Господа Заверяю вас перед Богом в том Что все, что я пишу вам Это не ложь Потом я пошел в Сирию И Киликию А лично христианские церкви и Иуде Тогда меня еще не знали До них лишь доходили слухи о том Что тот, кто раньше преследовал их Сейчас возвращает веру Которую он сам когда-то хотел истребить И они проставляли Бога за меня 14 лет спустя Я опять побывал в Иерусалиме На этот раз с Варнавой Мы взяли с собой и Тита Было откровение, что я должен пойти туда И я изложил лидером содержание радостной вести Которую я возвещаю среди язычников Я сделал это в личной беседе с теми Кто считался главным среди них Чтобы проверить Не напрасно ли я трудился и тружусь Так они не потребовали даже Чтобы Тит, бывший греком Был обрезан А вопрос этот был поднят лже-братьями Которые скрытно проникли в нашу среду Желая лишить нас той свободы Которую мы получили во Христе Иисусе И опять поработить нас Но мы ни в чем не подались И на минуту Чтобы у вас сохранилась истинная радостная вести И те, за кем признавался наибольший авторитет В Иерусалимской церкви Лично для меня их высокое положение Ничего не значило Потому что Бог судит о человеке Не взирая на лица Ничего не потребовали Сверх той радостной вести Которую я возвещал Наоборот, они были убеждены в том Что мне было доверено Возвещать радостную весть Не обрезанным точно так же Как Петру обрезанным Ведь Бог, который действовал Через Петра в его служении Апостола Для обрезанных Действовал и через меня В служении для язычников И Яков, Кифа И Иоанн Те, кого считают Столпами церкви Столпами церкви Подали мне И в Арнаве Руку общения В знак того Что они признают данное мне По благодати Служение И соглашаются с тем Что нам следует идти к язычникам А им к обрезанным Они лишь попросили о том Чтобы мы не забывали О помощи бедных Что я исполняю С большим усердием Когда же Кифа Пришел в Антиохию Я высказал ему Все прямо в лицо Потому что он был виноват Раньше он ел Вместе с верующими Из язычников Но когда пришли Некоторые люди Посланные Якову Он стал устраняться И перестал общаться С бывшими язычниками Из страха перед теми Кто был обрезан Так же лицемерно Как он Начали поступать И другие иудеи Так что их лицемерие Сбыло с правильного пути Даже в Арнал Когда я увидел Что они поступают Не в согласии С истинной Истинной Радостной вести Я сказал Кифе В присутствии всех Ты иудей Но живешь Как язычник А не как иудей Зачем же Ты заставляешь Язычников Следовать Иудейскими традициями Спасибо Спасибо Оля Очень классно Очень хорошо прочитали Очень понятно Все нам теперь Вот Такой длинный отрывок Но я думаю Что это важно Сейчас вот Прочитать целиком Как бы вот этот отрывок Да Апостол Павел Говорит Галатам О Благой Вести И почему-то Почему-то Непонятно пока Почему Он вот такой Такой исторический Экскурс делает Свою биографию Да Что вот я И вот нам сейчас Важно понять Почему То есть вот Представьте Что мы сейчас Галаты Да Мы сидим там Где-то В Галате Это территория Современной Турции Скорее всего Очень жарко Там в Турции Да Градусов 40 Вот Мы сидим В воскресенье Как бы Ну у нас Богослужение Церковное И вот От апостола Павла Прошло письмо И мы Мы его знаем Все Да Несколько лет назад Он здесь проходил Мы там Все были язычники Там некоторые из нас Евреи были Мы обратились Мы уверовали во Христа Все То есть у нас Основалась Образовалась Вообще Первая Одна из первых Церквей христианских Мы радовались Потом пришли Какие-то лжеучители И теперь значит Апостол Павел Который наш Как бы отец Да Наш основатель Он Присылает нам письмо И нам его значит Зачитывают здесь В церкви И вот Зачем Нам Нам сейчас важно понять Да То есть Все что здесь написано Оно имеет определенную цель И вот цель Понять почему Павел Здесь вообще Говорит Вот такой делает Исторический экскурс Вот В чем здесь была суть То есть Давайте посмотрим Еще раз на этот отрывок Как бы попробуем Его разобрать Да Что называется Пожалуйста Какие у вас мысли Есть Друзья Давайте Сделаем диалог Почему Павел Здесь пишет Вот об этих Исторических событиях Причем Здесь несколько разных Событий Напоминает Вот у меня Такая мысль Есть Что Вероятнее всего Он как бы Делает Пытается Напомнить Или Рассказать историю Может быть Даже для тех людей Кто были Но не знали Как это все Начиналось Вот например Попали люди Вот Новенькие Как бы И тут какой-то Апостол Павел Какая-то там История Он просто пытается Рассказать Вот эту всю историю Как бы С чего все начиналось Я думаю так Чтобы такое нарисовать Немножко Картинку такую Людей погрузить В эту атмосферу Как бы С того что было Это моя версия Как бы Первый такой Первый ответ Хорошо Какие еще мысли Спасибо Сергей Ну поскольку Он не был Ну возможно Оля Вы знаете Эта история Что с Иисусом Христом Ходило 12 учеников Они стали Один из них Иуда Предал Иисуса Христа И как бы Получилось 11 их И И потом Вот этот Апостол Павел Который Мы читаем Вот сейчас Послание Это тот Который Которому Явился Иисус Христос Уже после После воскресения Своего Он ему явился И он Когда-то гнал Церковь И вот сейчас Этот апостол Павел Пишет Пишет Послание Уже он Уверовал После того Как Иисус Христос Ему явился Он убедился Что это правда Что это Ну то Против чего он шел По сути это правда Извини инсури Если я Забегаю вперед Не-не-не Нормально Чтобы Контект Да То мне кажется Он даже эту часть Вначале говорит О том что Его Он встретился С другими апостолами Они как бы Его признали Возможно Чтобы как бы Еще раз Ну просто О своем Напомнить Что Ну он тоже Апостол Как другие Хотя он При земной жизни Иисуса Христа Не ходил Вместе с другими Учениками Он имеет авторитет Признание Признание других апостолов Как бы Я так понимаю Угу Но вначале Но вначале Ведь наоборот Как бы Такое ощущение Что он как-то От них как-то Отстраняется Отстраняет себя Нет? Ну возможно Еще даже Ну придать Вот Самому Вот Христианству Как вот Придать силы Да Значимости В том что Это не то чтобы Я такой был Знаете С самого начала Такой ревностный Там последователь Иисуса Христа Нет Наоборот Я гнал церковь Почему? Потому что Я был в иудаизме Это в то время Такая доминирующая Религия Да Я Ну там Преуспевал Да И я наоборот Был против Но что-то с ним Случилось Что он Ну в конечном итоге Да Причем у него была цель Истребить церковь Да Вообще У него вообще Христиан бы ненавидел Он хотел истребить Буквально Казалось бы Тогда Это вообще Зачем он упоминает Вообще о том Что когда-то Он был гонителем Это вы знаете Если на современный Переделывать Как бы лад Представьте себе Что вот такой Какой-нибудь Фундаментальный Мусульманин Который вообще Там Ну ненавидит Там вообще Христиан Вдруг Обращается В христианство И начинает Ну вместо того Чтобы там гнать Сжечь там церкви Наоборот Становится там Ревностным Посторонникам Христа Вот примерно Таким был Павел Ну как бы Зачем это приводить Здесь Когда Вроде бы Он пытается доказать им Что Ну как сказать То что он говорит Чтобы они поверили Он как бы Кредибилити Он пытается Утвердить Как бы Ну достоверность Своего послания А зачем Ты так говорить Вообще Что ну Я когда-то Вообще Ребята был против В чем здесь Как бы Ну логика Здесь в чем Ну и Может быть От того Что Ну так как Они начали Следовать Иудейским Вот этим Идеям То по сути Как бы Показать Что в принципе Я сам оттуда Как бы Я там был Не думайте Что я не знаю Что это Что такое Якобы Для них Это новое Открытие Тут Иудейские Традиции Он говорит Я вообще Был иудеем Как бы Я вообще Оттуда Пришедший Вот Я думаю Так вот Скорее всего Смотрите Ребята Вот опять же Да Вот как бы Ну грамматика Очень важно Мне кажется Следовать Логике Текса Да Для чего Все это он говорит Вот все Что он говорит Дальнейше Как бы Является Целью поддержать Вот это первое Утверждение Его Которое он здесь делает Братья Я хочу Чтобы вы знали Что радостная Весть Евангелия Которая Я вам Возвещал Не является Чем-то Человеческим Это Это не Я придумал Иначе Я не был Научен Ей людьми И не получил Ее от людей Но я получил Ее через Откровение Иисуса Христа Вот это Его основная Идея Здесь Он говорит Ребята Может быть Вот потому что Смотрите Представьте себе На месте Галат Вы живете В первом веке Инстаграма Еще не существует Интернета Нет Как бы Ну как сказать Книжки В виде свитков Просто там Где-то в библиотеках Они дорогие Их не купишь То есть Информационный голос Информационная ситуация Совершенно другая Чем сейчас Люди учились От кого От учителей То есть Приходит человек И начинает Что-то авторитетно Говорить Люди говорят Да Вот мы тебе верим Короче И вот сперва Пришел Павел Рассказал им о том Что Христос Умер за их грехи Они покаялись Приняли христианство Да Стали верующими Стали жить с Богом Потом значит Павел ушел Приходят какие-то Другие люди И начинает им Проповедовать Что-то другое И говорить Слушайте Павел Который вот там был Да Помните его Он вообще не прав Он вообще не знал О чем он говорит Вот я знаю Вот верьте мне И вот Представьте себе Вот в ситуации Такой Да кому верить Вообще Где вот Ну как бы Ну на чем Как бы Базироваться Да Вообще авторитетность Это как сейчас люди Читают что-нибудь В Википедии Они думают Что это вот истина В последней инстанции Да А Википедию Просто пишут люди Очень часто Которые не имеют Никакого там Образования В этой сфере Да То есть Ну как бы То есть это Ну не совсем Надежный все-таки Не окончательно Не высший авторитет Скажем Да Заявление Тут то же самое Откуда мы знаем Павел Что ты нам что-то говоришь И вот смотрите Павлу приходится Доказывать еще раз Это Что у меня есть Право говорить О том что я говорю То есть Вот то Евангелие Ту радостную весть Которую проповедовал Оно вообще Не от людей Это вообще Не я придумал Не дядя Вася Там да Не Петр Не апостол Петр Не апостол Иоанн Короче Это Я получил Непосредственно От Бога И причем Даже не через Людей каких-то А лично От Христа Я получил И мы знаем Историю Из деяния апостолов Где Павел Шел в Дамаск Чтобы преследовать Христиан И вдруг Ему является свет С неба Он слепнет И ему лично Является Христос И говорит Зачем ты меня Гонишь Савл И потом Он обращается В христианство И вот он Как бы Смотрите Вот это утверждение Он начинает Теперь доказывать То есть Я хочу Чтобы вы знали Это то Что я проповедую Это истина от Бога Вот почему И он дальше Начинает аргументировать Первое Помните Кто это такой Вообще Я самый последний Человек Которому Которому надо верить Если бы Я что-то Рассказывал От себя Я вообще Гнал церковь Он говорит Но Когда Бог Избравший меня Еще до моего рождения Призвавший меня Своей благодати Захотел открыть Мне сына своего Чтобы я возвещал О нем Язычникам Я ни с кем Из людей Не советовался Я не ходил В Иерусалим Чтобы встретиться С апостолами Признанными До меня То есть Сергей Как говорил Сегодня А первыми Кто уверовал Во Христа Вообще В этом мире Это были апостолы Это были лично Ученики Христа Которые с ним Три года ходили Павел не принадлежал К ним Он пришел Через несколько лет Позднее И он говорит Смотрите Я даже не ходил К апостолам То есть У него Настолько Не было сомнения В том Что Именно Иисус Ему сам Лично сказал Что проповедовать Что он не пошел Как бы искать Подтверждение К авторитетам Знаете Пойти Ну ребята Пошел в Иерусалим Там апостол Петр Который с Иисусом Ходил Он не пришел К ним Говорит Слушай Петр Проверь пожалуйста То что я говорю Это вообще По теме я говорю Или я сам придумал То есть У него Настолько Было Настолько Четкое понимание Что Бог Его призвал Лично И дал ему Послание Нести Что он говорит Мне даже Не надо было Пойти Советов К апостолу И потом Только через Три года Да Вот 18 стих Он говорит Я посетил Иерусалим Познакомился С Кифой Кифа Это арамейское Слово Петр Он говорит Об апостоле Петре То есть Через три года Эти три года Он уже проповедует Павел всем О Христе Рискует Своей жизнью Он пришел К Петру Побыл у него Пару недель Потом говорит Я кроме апостолов Никого кроме Якова Не видел То есть Петра и Якова Вот их двух Из двенадцати Потом значит Я пошел В Киликию Сирию Христианские церкви В Иудеи Тогда меня еще не знали То есть Он проповедует Везде Насаждает церкви Да И он говорит Просто они вот Слышали Возвещали церковь То есть Первое Смотрите Что Павел Хочет сказать Он Хочет До Гала Донести Одну простую идею Ребята То Евангелие Которое проповедовал Вот его надо держаться Почему Первое Потому что Мне не надо было Смиряться Советоваться Рекомендательные письма Там Референсы Получать Я вот Мне лично Христос сказал Ну как вообще В чем суть спасения И мне даже Мне даже Настолько был уверен Что мне надо было С апостолами Как бы Рекомендации получать Хорошо Оказывается наоборот Видишь Я сказала Что он ходил Чтобы получить У них признание Наоборот Он даже этого не искал Он знал Что его Бог Бог избрал Ну стопроцентная Была уверенность Абсолютная Вообще В этом Интересно Можно я Такую ремарочку Сделаю Несколько пенсов Ставлю Несколько пенсов Я просто Интересно Вот сейчас Вот когда Размышляешь Например На тему Ну даже Вот сейчас Больших таких Корпораций Компаний Да И вот В интернете В ютубе Часто так видишь Например Компания Apple Началась Из гаража Например Да Там Типа Как два парня Студента Начали Фейсбук И вот Интересно На самом деле Мы сейчас живем Во время Когда ты видишь Например Многомиллиардные Обороты Тысячи сотрудников И всегда интересно Откуда все это Начиналось Ну и даже По самым скромным Оценкам По самым скромным Как бы Так или иначе Но на сегодняшний момент В мире Порядка 60% Христиан Находится В мире То есть Это такая Львиная доля Как бы Населения земли И вот Как бы Невольно Себя задаешь вопрос Слушайте Откуда вообще Все это началось Христианские страны Наверное Да То есть Да Ну имеется ввиду Что Ну пусть там По паспорту Культурно Или по убеждениям Но Но все равно И вот когда ты читаешь Вот Вот эту Такую историю То ты где-то В общем похожа На то Как я говорю Что Компания Apple Началась с гаража Например Так и тут Интересно даже Как-то Вот историю посмотреть С чего все начиналось Да Спасибо Я все Я молчу Не-не Чего молчишь Нормально Мы же Мы же Исследуем Писание вместе Да Конечно Хорошо Потом смотрите Вот ребят Да Вот мы читаем дальше И вот дальше Павел говорит То есть Во-первых Он как бы Рассказывает Про начало Своего служения И подтверждает Что я получил Лично от Христа Никакого Мне подтверждения Другого не надо было И потом Он переходит К другому инциденту Который Произошел Уже через 14 лет 14 лет спустя Вот опять Что В чем цель Вот этого События Что здесь Произошло Там некое Некое недоразумение Такое получилось Как бы Опять же таки Связанное С иудаизмом Вот Ну да Но это лучше Конечно Своими словами Да Наверное Пересказать Ситуацию Чтобы она была Понятна Я так думаю Я могу попробовать Своими словами Пересказать Вот Но если что-то То можете добавить Как обычно Пересказывать Своими словами Вот Но судя по всему Через 14 лет У них Значит В Иерусалиме С Варнавой Он был В Варнаве Это был Кстати Спутник Павла То есть Проповеди И благодаря Кстати Варнаве Павел начал Проповедовать Евангелие Вот И с ними был Также Тит А Тит Он был Наполовину греком Наполовину Насколько я помню Вот Или полностью Был грех Даже Ну не помню В общем Не важно Вот И у них Была встреча В которой Принял участие Петр Апостол Петр Вот И была такая Проблема Что Вначале Как бы Петр себя вел Абсолютно Спокойно Будучи евреем Он кушал С язычниками Бывшими язычниками Христианами И тут Когда появились Вот такие вот Иудеи Так называемые Христиане Иудеи Вдруг Петр Начал Вести себя Как-то Неестественно То есть Начал Как-то Стесняться Сторониться Язычникам Мол Ребята Я не с вами Тут вообще Как бы Я вообще-то Сбоку стою Вот И он начал Ну как Павел Потом его обличает Он говорит Что он начал Что он начал Лицемерить Вести себя Лицемерно То есть Пока Иудеев не было Он себя Хорошо вел Как бы Он таким Мир дружба Жвачка Мы тут С язычниками Такие все друзья Тут Хоп Появились Иудеи Тут Петр Что уже-то Случилось Вот И он Его Как бы При всех И обличил И он сказал Почему ты Начал себя Вести Лицемерно Находя Ну когда Пришли Например Иудеи То есть Когда их не было Ты все нормально Вел Когда они появились Начал что-то Отстраняться Вот То есть Это как бы Он его обличил В лицемерии Вот такая была Проблема Вот Но опять же Таки В этой истории Что мне Очень интересно Стало Он абсолютно Не боится Назвать Вот этих Иудея Христиан Так называемых Лжебратьями То есть Это люди Которые Как бы Псевдо Христиане Были Вот так Современным Языком Как бы И он говорит Что они пришли Для того Чтобы Поработить Язычников Как бы И снова Сделать их Несвободными То есть Он их Назвает Лжебратьями Но это Моя версия Своими словами Может быть Кто-то Что-то Добавил Буду Благодарен Спасибо Спасибо То есть Значит Есть некие Лжебратья Да Которые Скрытно Проникли Он говорит В нашу Среду То есть Какие-то Люди Которые Пришли Значит В церковь Первую То есть Это По сути Мы с вами Сейчас Являемся Свидетелями Первого Самого Главного Ну как сказать Достаточно Серьезного Кризиса Вообще В христианской Церкви В исторической То есть Все было нормально Пару десятков Лет После того Как Иисус Умер Воскрес Ебился Ученикам Дал им Евангелие Проповедовать Они пошли Всем рассказ Евангелия Начали Церковь Везде Организовываться То есть Такое Очень Exciting Time Да Очень Классное Время Вот Наконец Назревает Первый Кризис Возникает Лжеучение Понятно Не написан Еще был Новый Завет В то Время То есть Опять же Очень Понятно Не было Никаких Стандартов Кроме Ветхого Завета А во что Верить Вообще Один Говорит Одно Другой Говорит Другой Третий Третий Короче Вот Тут Какие-то Лже Братья Так Вот Очень Интересно Вот Эти Лже Братья А вообще Что они Говорили Вот В данном Случа Что мы Из текста Можем Понять О том Что Говорили Вот Эти Лже Учителя А какой Вопрос Еще раз Что они Извини Пожалуйста Что 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 Говорили Эти Лже Учителя В чем Их Лучность Они Не о том Говорили О чем Мы читали В первой Главе О чем Мы читали О том Что Христа Недостаточно Надо Еще Соблюдать Закон Надо Обрезываться Надо Исполнять Традиции Еврейские Да Ребят Дело Здесь Не в Традициях Традиции Традициями Здесь Дело Идет Не просто О традициях О Божьем Законе Которые Бог Дал Но Проблема Не в том Что Божий Закон Не надо Исполнять Конечно Надо Его Исполнять Но в том Что Они думали Что По Видимому Для того Чтобы получить Спасение Важно Исполнять Божий Закон Важно Обрезываться Важно Исполнять Важно По сути Стать Частью Израиля Стать Частью Иудейского Народа То есть В письме Мы читаем С вами Некие Такие Смотрите Очень интересно Когда мы Получаем Письмо Представьте Что я Прислал Решил Сергею Написать Письмо В Лондон Я пишу Письмо Отправляю Если Например Мы можем О каких-то вещах Которых Мы с ним Раньше Говорим Например Сергей Мне помог С покупкой Деталей Для машины Когда он Здесь был Дворников Новых Я вообще Ничего не понимаю Машины Серега Мне хорошо Помог Серега Спасибо тебе Что ты мне Купил Эти классные Дворники И вот Например Если Допустим Оля Или Виталий Которые Не были Представьте Они вдруг Попал Им этот Имел Они пытаются Понять Через Имел О чем Вообще Какие-то Дворники Они не знают Потому что Они не знают Контекста Предыдущего Но читая Китая Внимательно Они могут Примерно Догадаться О чем Речь То же самое Когда мы читаем Новозаветные Послания Мы не всегда Четко понимаем О чем там Была речь Но мы можем Догадаться Потому что Мы не Являемся Первоначальным Получаем Мы не галаты Которые сидим Там В первом веке Павел Уже Мы знаем его Он нам рассказывал Но смотрите Вот Когда мы пытаемся Понять О чем здесь говорят Лжеучителям Здесь Начинают Некоторые Как Сказать Проскальзывают Моменты Что это за Лжеучителя Во-первых Они проповедуют Какую-то Иную Радостную Весть Какую-то В общем Опять же Что такое Радостная Весть Это греческие На греческом языке Евангелие Значит Они проповедуют Какое-то Ложное Евангелие Не то Евангелие Не то Которое Павел Проповедовал Так быстро Оставили Бога Который Призвал Вас Благодатью Христа То есть Наверное Что-то у них Там По поводу Благодати Какое-то Учение Не то Вот Что еще Он говорит Очень четко Что это Евангелие Но одно Даже если бы Мы сами Или ангел С неба Стал возвещать Вам какую-то Другую Евангелие Радостную Весть Это неправильно Короче Пусть они будут Прокляты Он говорит То есть Павел Очень сильно Анафема С греческого языка Переводится Как Будь проклят То есть Он говорит Пусть Божье Наказание Будет на тех Кто будет Проповедовать Вам иное Евангелие То есть Евангелие Она только Одно есть Все остальное Это искажение То есть Это очень И причем Если ты Исповедуешь Не то Евангелие То ты Будешь проклят Богом Это очень серьезно Серьезное Заявление И он Два раза Даже повторяет Он говорит Еще раз повторяю Мы говорили Вам уже Если кто-либо Будет защищать Что-то противное Той радостной Вести Которую Принят То пусть Будут они Навеки Прокляты Хорошо Что еще Мы узнаем Об этих Лжеучителях И об этом Чужом Евангелии Неправильном Мы кстати Дальше В послании Мы еще Больше узнаем Сейчас пока Мы только Как сказать На месте Преступления Находим Какие-то Следы Так сказать Что Улики Да Улики Вот Я думаю Что может быть Это во второй Главе Скорее всего Потому что Я пытаюсь Найти Но мне кажется Может я не могу Найти Просто ссылочку Найдем Да То есть Мы дойдем До второй Главы Пока еще Что-то Можно Что-то С иудаизм С иудаизм Связано Потом Потом Значит Что еще Мы знаем Что Вот Когда Павел Ходил Значит 14 лет Назад То есть 14 лет Спустя После Своего Первой Встречи С Петром Он ходил В Иерусалим У него Там была Серьезная Как бы Такая Встреча С апостолами Как бы С признанными Апостолами Петр Иоанн Во-первых Они Даже Хотя 14 лет Уже Павел До этого Проповедовал Еще до этого Три года То есть 17 лет Уже Павел Был христианином А во-первых Что они сказали ему По поводу Его Его Вести Которые Проповедовали Его Евангелие То есть Отличалось ли Евангелие Павла От Евангелия От интерпретации Христианской Христианской Вести Петра Петра Петром Иоанном Отличалось ли Проповедовали Они два Разных Евангелия Скорее Сего Нет Ну вот Восьмой Шестой Стих Ничего Не потребовали Сверх Той Радостной Вести Которой Я Возвещал Да То есть Они сказали Они сказали Все нормально Короче То есть То что По поводу Павла Это то Это то Что надо Это Правильная Вещь Которая Разговаривает Просто У них Разные Некоторые Роли Да У апостолов То есть Наоборот Они были Убеждены В том Что Мне было Доверено Развещать Не обрезано Точно так же Как Петру Обрезано Иначе говоря У апостола Петра Была роль Идти Евреям Проповедовать У Павла Язычников То же самое Интересно Что Собор Святого Петра В Италии И вообще В католической Церкви Именно Петр Именно апостол Петр Считается Как бы Такой Знаете Как Столб Утверждения Церкви Как бы Хотя Петр И вообще Было Служение Изначально На иудеев Направлено Но это Просто так Я Мысли И вслух Как бы Интересно Хотя Павел Он Направил Но он И был Потому что Иисус же Сказал ему Что вот Как бы Ты Петр И тебе Даю Клюки То есть Ты камень На котором Я построил Церковь То есть Иисус Выделил Петра Особенным Образом Сказал Что ты Ты вообще Мой Как бы Ученик И он Был Лидером В первой церкви После того Как Иисус Вознется И вот смотрите Здесь уже Павел До этого Он говорил Что мне Вообще Не надо Было Даже Подтверждение Апостолов В том Что Правильно Или у меня Евангелие Я от Христа Его лично Принял И потом Только через 14 лет Когда Мы общались Тогда Я еще Плюс к этому Добавлю Что кстати Между прочим Мое Евангелие Оно такое же Как у тех Апостолов И Яков И Хифа То есть Петр И Иоанн Те Кого считают Столпами Церкви То есть Самые крутые Апостолы Подали мне В Арнаве Руку общения В знак того Что они Признают Данное мнение По благодати Служения И соглашаются С тем Что нам Сойдут И тех Язычникам А им Кабрезным И единственное Он говорит Ну а Только что Они попросили нас Они лишь попросили нас О том Чтобы мы не забывали О помощи бедным Что я исполняю С большим усердием То есть Они Наверное Они послушали Павла Которая рассказала Им о том Как Бог работает Средиязычниками Павел Вообще Евангелие То что надо Правильное Ты все Правильно Не забывай Только о благотворительности Может быть Павел В рвении Благовест Не занимался Социальным служением Времени не было На этом Они говорят Не забывай О бедных еще Все таки Церковь Она помогает Еще бедным людям Не только Евангелие Все ребята Я понял Я буду Короче Вот Я говорю Так и делаю Вот Но Потом То есть Смотрите О чем говорит Павел То Евангелие Которое проповедую Оно правильное Потому что Я принял его от Бога Во-вторых Подтвердили апостолы Что оно правильное Евангелие И даже Более того Он сейчас Рассказывает нам Что Оказывается Вот то Евангелие Которое я проповедую Оно очень-очень Очень важно Именно в том виде Передавать его И Здесь он Рассказывает Об инциденте Который Произошел Лично С апостолом Петром О конфликте В чем Суть Этого Конфликта Вообще Кто Может Мне Объяснить Содержание Стиха С 11 По 14 Тут у меня вообще вопрос Даже Почему он решил Даже Ну как бы Рассказать Про этот конфликт Ну как бы Зачем Выносить Грязь Ссор из збы Потому что Казалось бы У нас Людям ведь Очень свойственно Идеализировать Своих лидеров Правда Вот Очень хотелось бы Например Чтобы Вот мы Мы все Как бы С большим уважением Относим К святому апостолу Петру Правда ведь Да К тому же Павлу Вот В Лондоне Сент Сент Поулс Кафеджал Стоит Очень большой Красивый То есть Это такие Вообще Призны Одни из Ведущих Как бы Ну лидеров Вообще Человечества В истории Человечества И Очень хотелось бы Чтобы у них Не было Никаких там Проблем Там Они такие Вот Святые Очень Люди Да Но на самом деле Библия ведь Очень Правдиво Рассказывает Об апостолах Они были Простые люди Которым Бог дал Определенную Миссию Особую И тот же самый Петр Он отрекся От Христа Вначале Три раза А тут Нам рассказывает Конкретный Конфликт Между двумя Апостолами Да И В чем здесь Суть конфликта Вообще была Что произошло И почему Павлу нужно было Выносить этот Сор из СБ На самом деле Галатов Теперь знает Теперь весь мир знает Весь мир читает Новый Завет Мы все теперь Слышали О конфликте Между апостолом Петером И Павлом Ну тут наверное В 14 стихе Ключ Как бы Я думаю Ага Зачем же ты Заставляешь Язычников Следовать Иудейским Традициям Что произошло Кто может Мне описать Просто Эту сцену Что там Что за Странную вещь Сделал Петр Неправильную Которую Павлу Нужно было Ему сказать В лицо Прям конфронтацию Такую ступить С лидером церкви Представляете То есть Кто-нибудь Кто-нибудь Если бы Сегодня пришел И президенту Например Сказал бы В лицо Слушай Ты не прав Вообще Ну что Петр Общался С язычниками Да Поскольку Он был Иудеем Им даже В иудаизме Они даже Не общались Особо За столом Даже не сидели С язычниками А он Общался С ними Все нормально Он Ну потому Что они Христиане Христиане Были такие Как и он Да Но когда Пришли Другие Христиане Ну Позицию Которых Он не знал Он начал Как бы От этих Христиан Язычников Ну знаете Так Держаться Подальше Ну и Я этим Показал Что я Как бы Не с вами Но это Лицемерие Потому что Ну ты же С нами Да-да Я буду следить А платье Будем следить Чтобы не платье Не стол Ну вот Ну в этом Суть Что Он как бы Сам говорил О том Что Сам Будучи Иудеем Жил по сути Не по Иудейскому Закону Но Но Своим Вот этим Поведением Показал Что это Неправильно И как бы Надо все-таки Держаться Ну Закона То есть Вот этих Традиций Вразрез Шло с тем Что он Учил Что Не надо Уже Придерживаться Традиций Не знаю Объяснил Алия Да Абсолютно Правильно То есть Смотрите У иудеев Очень четкие Были Ограничения Их Как бы Ну Культовая У них жизнь Она вся пропитана Была их религией Нельзя было Общаться Нельзя было Есть нечистую пищу То есть Это знаете Опять же Современный мир Если перевести Это вот Кстати до сих пор Есть ортодоксальные евреи Знаете Которые не стригут Например Вот этих Вот у них Таких шляпах черных И у них длинные Вот такие Пейсы Да Потому что Они вот Интерпретируют Ветхий Завет Таким образом Что вот нельзя Стричься Как бы Вот эта вот Часть тела То есть У них очень Субботу Суббудает Работать нельзя То есть Масса разных Законов Обрядов Которые они считают Ну Которые действительно В Ветхом Завете Были Но что происходит Когда приходят И то есть Как бы Язычники Не могут стать Частью Божьего народа Если только Они не обрежутся Да Им нужно Сделать обрезание Тогда ты можешь Как язычник Как бы Ну Тоже Сать своим Типа своим Да Но и то не до конца Как бы И когда приходит Иисус Иисус Открывает дверь Вообще Всем Для спасения Абсолютно всем Да Кроме евреев Что любой человек Уверующий в Иисус Может получить Спасение Язычник Для этого Не надо исполнять Каких-то обрядов Для этого Не надо есть Исполнять Иудейский закон Есть какую-то Определенную пищу И для апостолов Для первых Это была явная Ну Для них Это внутренний конфликт Ну и представьте себе Если вы С детства С детства Вам родители говорили Слушай Вот с теми детьми Не играй Короче Потому что они Языческие дети Они там Сейчас трогали Неправильную пищу Короче Ты вот святой человек Ты святой ребенок Ты должен есть только такую Есть только отдельно от них Не играть Не делать того сего То есть ты вырос с этим Лягушек там не есть Потому что это нечистое животное И вдруг ты Приходишь ко Христу Обращаешься И оказывается В христианстве Полная свобода То есть вот эти законы Не имеют больше власти Вообще никакой И ты можешь общаться С язычниками Называть их братьями Да если они уверены В Христа Но и Петр тоже Он делал так Первое время Но потом вдруг Приходят некие люди От Иакова Какие-то люди Которые По-видимому Мы дальше читаем Послание Галатам Мы узнаем Что они вообще Конкретно проповедовали То есть они говорили Что язычникам Недостаточно веры Во Христа Чтобы спастись Им нужно стать По сути евреями Им нужно исполнять закон Нужно сделать обрезание И вот тогда Только они спасутся И Павел говорит Ничего подобного Он говорит Это неправильное Евангелие Это ложное Евангелие Это Евангелие Пусть будет проклят человек Который исповедует Такое Евангелие Что спасение По закону Представляете Насколько серьезно Он здесь говорит Причем Павел Ведь говорит Не в отношении Например Не то что Какие-нибудь Индуисты пришли Или буддисты Или мусульмане Которые И вообще Другого Бога исповедуют Он говорит Не-не Эти ребята Тоже проповедуют Ветхий Завет Иисус Христос Все нормально Но Недостаточно Христа Для спасения Нужно еще исполнять закон Вот как бы Такой Довесок Такой И он говорит Вот это вот Евангелие С довеском Это вообще Не Евангелие А какое право Я имею так утверждать Потому что Я принял его Лично от Христа Апостолы подтвердили Через 14 лет Что на самом деле так И даже Это настолько важно Настолько принципиальный момент Что я пожертвовал Как бы Своим Ну как Пошел на конфликт Конфронтацию С лидером церкви Который стал Ну Себя вел Определенным образом А потом стал по-другому Потому что Это принципиально Важный момент Спасение Только по благодати Только по вере в Христа Не через исполнение обрядов Не через исполнение Иудейского закона То есть Как бы Спасение равно Евангелие А если Например Кто-то написал Уровне спасения Равно Евангелие Плюс исполнять закон Павел говорит Это ложный Евангелие Будь проклят Этот человек Представляете Насколько важна Для него Принципиальность Чистота Евангельской веры Что Евангелие В этом спасение И все Точка После этого Ничего добавлять Нельзя к нему Иначе Это уже Иное Евангелие И мы дальше увидим Как он Эту тему Развивает Да Очень Безапелляционно И конкретно Об этом Говорит Здесь Анечка Что-то хотела Да А можно Инсур Можешь пожалуйста Рассказать А что такое Евангелие А мы А мы дальше Дойдем То есть пока Мы не дошли Дойдем Как раз Следующий Вот следующее Наше библейское Изучение Это будет Как раз Вторая часть Первой Второй главы Там где он Как раз Будет объяснять Что же такое Евангелие Который Я вам Проповедовал Павел говорит От которого Это такая Радостная Весть От которого Вы уклонились Мы знаем Забегая вперед Можно сказать Что Евангелие Это вера В то Что Иисус Христос Спас тебя От твоих грехов И вот По вере Ты получаешь Это спасение И Павел Говорит Что Все Что человек Добавляет Давайте К применению Будем переходить Плавно Мне кажется То есть Ну У Павла Была очень четкая Концепция Спасения То есть Он считал Что спасение Это просто Вера в Иисуса Христа Следование за Христом И Он очень Жестко Обращается С галатами Он говорит Меня вообще поражает Что это такое Что вы ради Какой-то иной Иного Евангелия Так быстро оставили Бога Который призвался Благодатью Христа То есть Иной Евангелий Это значит Оставить Бога И вот Здесь очень важный момент Потому что Мне кажется Ну Человеческая природа Она как раз Очень любит добавлять Да И монетизировать Она любит добавлять Она говорит Как бы Ну да Ну да Спасение Конечно Поверь во Христа Но Плюс еще Надо исполнять Какие-то определенные Обряды Вот если Не будешь исполнять Обряд Значит Это уже Ты не спасешься Вот это уже Иное Евангелие С точки зрения Павла То есть Он говорит Евангелие Плюс исполнение Закона Как условия спасения Это уже иное Евангелие То есть у него очень четкая Безапелляционная позиция Но мне кажется Это просто Вот Евангельская весть Она В ней есть нечто Очень радикальное Потому что По моей человеческой природе Мне все время Хочется заслужить Любой Бога Заработать Да То есть сыр Как говорится Бесплатный Только в мышеловке То есть я не могу Я не могу Вот что-то во мне Сопротивляется Идея того Что Бог просто Дает мне спасение Вот поверь во Христа Искренне Верь в Иисуса Христа Что Он умер За грехи И ты будешь спасен Вот это вот Слишком Звучит странно Для меня Да Потому что я говорю А что ты от меня Хочешь за это А вот какие я должен Поступки совершать А какие обряды Я должен исполнять Чтобы заслужить Потому что Ну как так Мне пришли Что-то дали бесплатно Значит ты что-то От меня хочешь Не может быть Я давай Я отработаю Короче Вот в человеческой природе Есть что-то Какое-то желание Все время заработать Заслужить Как бы Что-то вот Ну Своими усилиями достичь Потому что тогда У меня есть ощущение Ну Что я что-то значу А если просто Абсолютно Сто процентов Благодать Просто дар от Бога Ну это очень некомфортно Потому что Тогда места нет Для гордыни Оказывается Я вообще не могу Заслужить спасения Ничего не могу Сделать для того Чтобы заслужить А можно еще Такую мысль Я Ну может быть Одну такую мысль Интересно Что вот Вот кстати Ты упомянул Вот этот момент Но вообще Само понятие Спасения Вот Ну тех Кто давно Читает Библию Как бы То мы Читаем о том Что это подарок Вот И если я Зарабатываю Или заслуживаю Это уже перестает Быть подарком Вот И получается Что Библия Говорит о том Что человек Заработать спасение Не сможет У него просто Не получится Это сделать И подарок Можно только Принять С благодарным сердцем И вот Интересно Представьте Вот у вас День рождения Вам приносят Подарок А вы говорите Не-не-не Я подарки не принимаю Сколько я тебе должен Ну как бы Это уже знаете Такие отношения Не дружеские А это такие Типа как Давай я тебе заплачу За подарок Не-не-не Это подарок Не-не-не Не надо заплатить Или вторая такая Вот иллюстрация Например в семье Вот у нас у всех Есть дети И вот Библия говорит о том Что Бог Это небесный отец Это наш отец Да то есть И вот представьте Наши дети Заработали Право быть Нашими детьми Или они родились В нашей семье Как дети И вот Подмена понятий В том что Правильное отношение В семье Это тогда Когда Ребенок в семье Он рожденный В ней Либо усыновленный В ней Ему не надо Зарабатывать Право Стать сыном Как бы Его просто приняли Например И второй такой момент Если ребенок Будет очень послушный Если ты будешь послушный Ты будешь моим сыном А если ты будешь Непослушный То иди вон отсюда Ты уже Менец Сын Ну то есть Мы же Детей Как бы У нас в семье Они же Неизвестны от своего поведения Они же остаются детьми Только есть Дети там больше Такие знаете Как бы Покладистые А есть менее Покладистые Но они все равно Наши дети Потому что Мы их приняли Потому что Мы их Усыновили Ребенка И он все равно Наш сын Как бы он себя Не вел И вот мне кажется Что Вот этот взгляд Сыновства Как бы Он где-то мне напоминает Вот эту историю Которую мы сейчас прочитали Да То есть Когда например Вот представьте Вас усыновил отец А вам приходят Какие-то люди Говорят Не-не-не Ты Ты не можешь быть Этого мало Что быть сыном Как бы Вот этого отца Надо заработать Это право И вот А что сделать Вот исполняй Религиозные правила И ты заработаешь Право быть сыном Хотя на самом деле Мы и так сыны Вот Чего нам еще зарабатывать Вот Поэтому И вот Иисус Христос Как бы дает Право Стать детьми Дочерьми Сыновьями Божьими И мне даже Не надо зарабатывать Это право Отрабатывать Это право Быть сыном Вот Но это как бы Я попытался Немножко с нашим Как бы таким Простым языком Хорошо ребят Пожалуйста Какое Давайте Может быть Перейдем теперь К применению То есть Как бы Изучение писания Мы Как бы В нем есть два шага Первый Это Действительно Глубоко Проанализировать Текст Что же он говорил Изначально Своим получателям Теперь мы Разобрались В этом И теперь Второе Не менее важное Может быть Более важное Это Вот что Что это значит Для нас сегодня Мы живем В 21 веке Совершенно Другая культура Чем там Культура Рабовладельческая Культура Древнего мира В которой В которой Жил Павел Когда он Писал Это И Мы живем Совершенно Как бы В другом Мире В другом Обществе С другими Ценностями Но Это Божье Слово И Бог Через свое Слово Он нам Говорит Сегодня Вот что Поэтому Ну Может быть Поделимся Вот что Для вас Сегодня Значит Этот текст Что Бог Вам Говорит Или Какие У вас Мысли Возникают Для Своей Жизни Для Применения Своей Жизни Своей